Юль, расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь сыроедения? Как ты осознала, что ты к этому хочешь прийти, что тебе надоело, другая пища тебя интересует, новая пища? Из чего стоит твой рацион на сегодня? Пришла я к сыроедению после долгих поисков и экспериментов, которые ни к чему не привели, не привели к улучшению здоровья, которую я как раз таки искала, и в течение нескольких лет к тому моменту я уже меняла свой рацион, то есть я уже была вегетарианкой, потом я стала веганкой, и на веганстве продолжались мои проблемы со здоровьем, у меня была депрессия, нарушения гормональные, хроническая усталость, постоянные пищеварительные проблемы, очень много различных проблем. И это какой был возраст, сколько тебе было лет на тот момент? Ну, это было 6 лет назад, то есть мне было тогда 27, где-то 27, 26-27 лет. То есть в достаточно молодом возрасте уже были достаточно серьезные проблемы со здоровьем? Да, у меня были вообще, вот сколько я себя помню, у меня всегда были пищеварительные заболевания, я страдала от пищеварительных заболеваний, головных болей, иммунитет, в принципе, слава богу, у меня был достаточно сильный, то есть я не болела часто очень гриппами, но тем не менее вот головные боли и живот меня мучил постоянно. И мне совершенно захотелось от этого исцелиться и вообще захотелось гармонизировать себя, потому что я поняла, что физические нарушения случаются из эмоционального дисбаланса, ментального и духовного, поэтому мне захотелось восстановить себя полностью. И когда я услышала о сыроедении, у меня был клуб свой в Лондоне, мы тогда жили, у меня муж англичанин, Пол, и я как-то поняла, что вот действительно это то, что я хочу для себя осуществить. Юль, а расскажи, пожалуйста, с чего сейчас стоит твой рацион питания? Рацион мой очень прост, я кормящая мама, я родила на сыроедении, практически полностью осталась на сыроедении, не каждый был сыроедческий день во время моей беременности, но большинство моих дней. В данный момент рацион очень прост, я ем монофрукты до вечера, и вечером либо остается он фруктовый, либо я ем салат с зелеными листьями, помидоры, огурцы, то есть в принципе очень просто. А есть ли сейчас жирные фрукты, вот таких как дуриан, авокадо? Иногда, во время беременности мне хотелось больше авокадо, больше жиров, но все равно я в мерках 80-10-10, я не объедалась жирами, скажем так, но до того, как я забеременела, я была в основном безжирная, вообще не включала практически жиры, поэтому для меня даже 80-10-10, это было уже много жира. Что здорово. А сейчас, может быть, пару раз в неделю что-нибудь я включаю, дуриан или авокадо или семена чиа, если хочется. Здесь почему-то не хочется. В Таиланде. Да. Абсолютно. Получается, сколько сейчас уже на сыроедении ты времени? Пять лет. Пять лет. Здорово. Слушай, вот когда ты приходила на сыроедение, поддерживало ли тебя твое окружение и как вот наладить контакт с своим близким окружением, с мужем, с родителями, там может быть с детьми, как ему рассказать, как ему это все донести, как было в твоем случае? В моем случае муж следовал за мной, он с радостью пробовал все, что пробовала я, то есть мы вместе перешли на вегетарианство, вместе перешли на веганство, потом он прочитал книгу «80-10-10», мы стали так питаться, и он был очень рад перейти на эту диету, хотя он волновался и говорил, что я не смогу есть столько фруктов, потому что фрукты он не любил до этого, но только он перешел и сразу же ему все понравилось, сразу он понял, что это абсолютно реально, он стал чувствовать огромнейшее улучшение здоровья, поэтому мы вместе шли по этому пути. Как здорово. В плане родителей, его, семья, мужа, они как-то нам обычно ничего не говорят, может быть там они не согласны с нами, но они нам ничего не говорят, я помню… Мешают, по крайней мере. Ну да, не мешают, да, не мешают, и как-то наблюдают за нами, они видят, что мы здоровы, что мы активны физически, потому что мы много физической активности, времени отводим. Моя семья волновались, волновались. Я жила в Англии, моя семья жила в Москве, в России, предупреждали, что осторожно, сестра меня предупреждала, что через 9 месяцев на сыроедении у меня может нарушиться нервная система. Ага. Ага. Да. Ага. Ага. Но потом, естественно, после таких прекрасных результатов, которые наблюдают за нами, наша семья за нами наблюдает уже 5 лет, и с каждым годом мы становимся все здоровее и здоровее, и чувствуем себя все лучше и лучше, поэтому они уже ничего нам не говорят абсолютно, наоборот, даже спрашивают, интересуются. Слушай, ну вот у многих проблем, все-таки вот с мужем, да, они говорят, что мужчины не могут без мяса, без белков, вот как твой муж согласился на это, как он так с легкостью отказался от мяса? Может быть, он уже был более осознанным человеком к тому времени? Вот, может быть, опыт других людей, знакомых, друзей, как мужчине отказаться от этого мяса, куска? Мой муж, слава богу, вообще никогда не любил мясо, собственно, я любила больше мяса, потому что я выросла на мясе, на племенях, на сосисках, на колбасах, но от мяса мне тоже было легко отойти, потому что энергетически я поняла, что это не приведет меня к новому уровню жизни, а муж был очень рад отказаться от мяса, он как-то с такой радостью все воспринимал, в принципе, он с ранних лет уже читал альтернативные журналы про различные паранормальные ситуации на планете Земля, и он буквально с 9-летнего возраста этим всем интересовался, поэтому у него уже был разум такой альтернативно мыслящий. Осознанный человек. В плане того, каким образом другим людям объяснить, девушкам, женщинам объяснить их мужьям или партнерам, я думаю, что здесь нужно собрать встречу со своим партнером и предоставить доказательства, показать книги, показать исследования того, что мясо не нужно человеку для того, чтобы жить хорошо. Более того, мясо забирает здоровье, и животные продукты вообще забирают здоровье. И показать исследования, к чему приводит мясо, к тому, что оно приводит к ожирению, к сердечным заболеваниям, к диабету, и вообще куча заболеваний, которые могут исцелиться, когда человек переходит на веганство, сыроедение. Вегетарианство я не считаю здоровой пищей, потому что оно все еще включает животные жиры, животные пищи, это не может являться здоровым. Веганство, здоровое веганство – это следующий шаг, безусловно. Непосредственно сыроедение, которое включает большое количество фруктов и маложирное – это уже шаг, который действительно приносит очень большие сдвиги в здоровье духовном, эмоциональном, физическом, ментальном. Юль, а вот на твой взгляд, а что является лучшим доказательством от сыроедения? Может быть, какие-то книги? Диета 80-10. Дугласа Грэма. Да, Дугласа Грэма, доктора Дугласа Грэма. Это такая… это библия сыроедческая. Ее необходимо прочитать каждому человеку, который хочет перейти именно к правильному сыроедению. На самом деле нас слишком мало, сыроедов слишком мало на Земле для того, чтобы сделать на нас исследование. То есть, по большому счету, даже все те исследования, которые проводились до этого, там, например, доктор Кочаков по поводу белых клеток в организме, они не обоснованы. Поэтому здесь нужно испытать это самому, и все-таки нужно верить в это. И вера не слепа, а вера обоснованная на том, что действительно, я изучил, я попробовал много диет, я понимаю, что я не хочу портить себе здоровье, я не хочу через 20 лет испытать сердечный приступ от того, что я ем мясо, я не хочу вредить животным, я хочу действительно помочь планете, и я понимаю, что я часть микрокосмоса, поэтому здесь должен произойти также духовный сдвиг. Человек, который не обладает духовными знаниями, ему будет очень сложно это сделать, сложно отказаться от мяса. И вообще отойти от поверия того, что мужчины должны охотиться, мужчины охотники, мужчины едят мясо, потому что мясо на самом деле естся не так уж давно, естся оно началось из-за того, что катастрофы на земле происходили, от того, что не было достаточного количества фруктов, нам нужно было переехать в более холодные климаты, то есть это было этапом выживания, но этап выживания он отличается от этапа процветания. Да, конечно. Выживание не является процветанием, поэтому все-таки осознанность очень важна, и я понимаю, что очень сложно женщинам жить с мужчинами, которые неосознанные, они продолжают есть мясо в тот момент, когда женщины производят свою эволюцию, очень сильный скачок, понимая, что они не хотят больше вредить своему здоровью, здоровью животных, но здесь, да, здесь, каждая ситуация очень отличная, и на моем опыте вообще очень много клиентов моих, их мужчины переходят на сыроедение, потому что женщины переходят на сыроедение, ну и вообще женщины понимают в том, что то, что они всегда будут лидерами, то есть женщина всегда захочет перейти полностью на сыроедение, давай начнем сегодня уже, мужчина скажет, ну, давай там послезавтра, на следующей неделе, через месяц я еще не готов, давай там постепенно, женщина будет готова сразу, полностью, это просто вот так, как мы устроены. Да, пожалуй, женщины в этом отношении молодцы, большие. Давай поговорим о таких замечательных моментах, вот о вашем преображении, вот что изменилось после того, как вы перешли на сыроедение кардинально, что вы сейчас чувствуете, как вы себя чувствуете, что стало по-другому? Наверное, самая большая перемена это легкость внутреннего состояния, просто вот испытывается какое-то внутреннее спокойствие, внутренняя гармония, ощущение, что ты являешься частичкой природы, что ты следуешь по природным законам, она благодарит себя за то, что ты живешь вместе с ней. И вот именно внутренний духовный сдвиг для меня, по крайней мере, он важнее всего. Ощущение того, что ты чист эмоционально, что ты можешь воспринимать этот мир по-другому, и ты действительно становишься более ощутимым к проблемам этого мира, и ты очень хочешь ему помочь каким-то своим способом. Вот почему огромное количество сыроедов заводят свои блоги, свои каналы, видеоканалы. Они действительно хотят донести эту информацию, чтобы помочь другим, потому что они испытывают большие перемены в себе. Это духовное преображение, физически, физически произошло огромное преображение. Я не была очень активна, потому что я испытывала огромное количество заболеваний в прошлом, я не была активна. И через какое-то время на сыроедении стало восстанавливаться все больше и больше и больше. И в итоге мы стали бегать на длинные дистанции. Перед тем, как забеременеть, я пробежала марафон свой первый, потом завершила триатлон. И с тех пор мы перешли на такой более атлетический уровень существования. Мы ездили к доктору Дугласу Грэму, в его ретриты, познакомились с атлетами мирового класса, с олимпийскими атлетами. И мы действительно очень-очень любим спорт и понимаем, насколько он помогает привести баланс с разумом духа и тела. И что он очень важен на этом образе жизни. Сколько вы пробегаете сейчас, на секрет, за раз? Сейчас я не бегаю на длинные дистанции, потому что я родила ребеночку 3,5 месяца. Ну вот, а либо до? До этого полумарафоны я пробегала. Ну, могла там 20 километров пробежать. В легкую? Да. 15-20, больше на длинные дистанции. А потом, когда я пришла к триатлону, это были более короткие дистанции, но тогда я уже работала на скорость. Муж у меня, кстати, в 41 год он побил рекорд школьный в 15 лет. То есть он пробежал до 1500 метров за 5 минут, что достаточно быстро. Конечно, конечно, здорово. Знаешь, я тоже по себе чувствую большие изменения в моем спорте. Я даже пробегаю легко, не пока не 20 километров, а меньше, но тем не менее буду стримить. Я тоже чувствую, что от спорта я просто заряжаюсь. Да? Энергически, конечно. Вообще в природе, по природе своей мы активные существа. Если мы посмотрим на животных, нет животных, которые лежат весь день. Им нужно постоянно куда-то идти, добывать пищу. Есть собаки толстые, которые лежат на дорогах в Таиланде. Они одомашние, а в дикой природе, и в дикой природе нет ожиревших животных. Тебе удалось родить также на сыроедении. Слушай, вот врачи, наверное, с ума сходили, когда ты забеременела, когда ты им рассказала об этом, или ты не рассказывала? Как это проходило? Не били ли панику родственники, родные врачи о том, что я на сыроедении рожаю детей? На самом деле, к врачам я ходила редко, потому что чувствовала я себя просто совершенно великолепно. Во время всей своей беременности у меня не было токсикоза, у меня не было всех таких тяжелых симптомов, которые женщины испытывают. Я также продолжала заниматься спортом. Более того, я не знала очень долгое время, что я беременна. Свой триатлон я пробежала, когда у меня было уже три недели беременности. Ездила на велосипедах в крутые горы, поэтому я не знала, что, собственно, я даже была беременна. Тесты показывали негативно, и я как-то была уверена, что у меня было беременности. Врачам я не говорила о своем питании к тому моменту, когда мы были в Таиланде. Выражать мы поехали в Австралию, там я уже сказала о своей акушерке, но она была очень тоже альтернативным человеком, хотя она говорила мне о том, что у тебя маленький ребенок, тебе нужно больше есть белка. Да, конечно, с тобой. Да. И я чувствовала, что совершенно это неправильно, что ребенок мой развивается прекрасно, она была очень активна, моя девочка наша сладкая, Элани. И она говорила, что в 36 недель она ощущала ребенка, она говорит, ты не родишь большого ребенка. Мне не нужно рожать большого ребенка, я не хочу рожать огромного ребенка. Ну и в итоге родилась девочка 3400, которая совершенно достаточно большой ребенок. И совершенно это не обоснованно, то есть, протеин во время беременности совершенно это не обоснованно и также во время кормежки, мне тоже говорят, что сейчас ты кормишь, тебе нужно есть больше белка. Ребенок наш развивается прекрасно, набирает вес прекрасно, более того, опережает в своем развитии других детей. Она уже в 3 месяца начала на животик переворачиваться, к нему только с 4 месяцев дети стараются это делать. Животик не болит, да, вот как обычно у детишек они кричат? У нее болел животик, да, но это нормально, это естественно это может происходить просто из-за того, что у них формируется система. Формируется пищеварение. Да. Юля, как ты считаешь, с чем связано то, что тесты показывают негатив, нет беременности, да, при том, когда ты беременна, сыроедение? Вот ты часто сталкивалась с такой вот ситуацией? Я не сталкивалась абсолютно, беременность моя первая и сравнить не с чем абсолютно, но после того, как я опубликовала свою историю на ютубе, написали мне тоже другие девушки о том, что они не обнаруживали беременности, просто потому, что тесты не всегда аккуратны. Я читала о других женщинах, которые тоже обнаружили 4-5 месяцев, что они беременны. И тест не показывал даже в это время? Нет, нет. Более того, наши знакомые провели 20 тестов. Я провела 4 теста, наши знакомые провели 20, и все они были негативные, живот растет, и не от того, что девушка переедала, поэтому... Да. Все ясно. Так что девушка на заметку. Да. Юль, а когда ты переходила на сыроедение, ты делала какие-либо чистки, и после сыроедения, сейчас вот уже в процессе делаешь какие-либо чистки? До перехода я делала очень много чисток. Я перепробовала очень много различных диет, аюверду, диеты по группе крови, исключать глютен, исключать все парить на пару, но не привело никаким результатам. Я продолжала искать, я чистилась, голодала раз в неделю, раз в неделю, проводила время на соках 9-10 дней. Пила зеленые соки, я постоянно ощущала, использовала клизмы, но ни к чему, совершенно ни к чему меня это не приводило. Более того, я замечала то, что я становилась слабее и слабее. И вместе с добавками, вместе с огромным количеством финансов, которые мы потратили на целителей, на гомеопатов и различные альтернативные методы исцеления, ничего абсолютно к результатам не привело, так как к сыроедению. Потому что очищение, оно очень важно, голодание, оно тоже важно, если его совершать правильно. И если потом вернуться к здоровой диете, не использовать голодание, как вот я поголодаю неделю, а потом... Опять загрязну свой организм. Да, начну есть жареную пищу, начну есть творожки и так далее, сыры и мясо, поэтому здесь нет смысла даже. А вот ты говоришь правильно голодать, а как правильно голодать? Я просто поделюсь с тобой своим опытом. Я считаю, что я неправильно голодала. Я голодала на сухую 3 дня. После этого у меня достаточно сильно замедлился обмен веществ. И знаешь, после выхода из голодания, во-первых, это было сложно провести 3 дня без еды и воды, да, я даже там не мылась, потому что соприсновение воды с кожей. После этого очень сильно хотелось съесть. Причем хотелось съесть еще в течение 4-5 месяцев. Понимаешь, это буквально набитые животы. То есть и ничего с этим поделать невозможно было с тем, большим чувством голода. Я потом для себя поняла, что это просто очень сильно был замедлился обмен веществ. И организм понял, что у него какое-то шоковое стрессовое состояние, и ему необходимо набирать, скапливать, накапливать. Вот поэтому появился лишний жир, поэтому было очень большое желание кушать. Но, к счастью, у меня вот обмен веществ, благодаря, может быть, занятиям спортом, да, постоянно, еженедельным, у меня все это выровнялось, сейчас это все пришло в норму. Вот, поэтому я сейчас девушкам, там, и мужчинам, в принципе, не особо рекомендую голодать, вот именно на сухую, вводить в свой организм такое шоковое состояние, потому что обмен веществ, он может восстанавливаться достаточно долго. Вот, на твой взгляд, как правильно голодать? Стоит ли голодать сухую или это должно быть мокрое голодание? На мой взгляд, только мокрое голодание, и не голодать один-два дня, потому что это действительно может привести к дальнейшим проблемам, то есть, как маятник, он пытается раскрутиться в сторону исцеления, но так как недостаточно дается времени организму для того, чтобы глубоко идти в исцеление, он раскручивается в другую сторону, поэтому начинаются проблемы с тяга к еде, постоянное набивание еды, стресс организма. Поэтому я тоже пробовала такие один-два дня голоданий, и действительно они приводят к перееданию в дальнейшем. Либо, знаешь, у меня есть друзья, которые просто срывали сыроедение после такого голодания с пола. Да, да, конечно, потому что организм прошел панику, вот как ты сказала, что он испытал панику. По поводу правильного голодания, оно должно быть длительным, то есть от двух недель, оно должно быть проведено только на воде, исключительно, не на соках, и не сухое тоже, и только под наблюдением опытного специалиста, который потом поможет правильно выйти из голодания, извините. И здесь вот именно выход из голодания важнее, чем само голодание, потому что... Это да. Да, вся система прошла через очень большую перемену, ей нужно восстанавливаться очень медленно. Это да. Спасибо большое тебе за твой опыт. Юль, вот твой стаж сыроедения твоей семьи также достаточно велик уже. Как ты считаешь, почему многие люди все-таки уходят с сыроедения, даже не достигая вот того опыта сыроедения, как у вас, там через голод, через два, просто уходят? Ну, бывает позже. В чем причина? Причин, одной причины здесь нет, здесь множество причин на самом деле, но непосредственно в России хроническое недоедание калорий. Это то, что я вижу среди многих сыроедов. Люди сыроедят на яблоках с капустой, которые не поставляют в организм нужных калорий, и вот это вот хроническое недоедание приводит к проблемам. Во-первых, происходит сильная потеря веса. То есть сыроед выглядит очень-очень худым, истощенным на самом деле, более того. Нет у людей энергии, но они думают, что когда отсутствует энергия, это детокс. Ну, то есть пытаются как-то обосновать свои такие симптомы. И потом в итоге организму нужны калории, ему нужно поесть, ему нужно наесться. И они срываются, они понимают, что лучше они будут есть грубую пищу, потому что им так легче. Вообще в России достаточно непросто, скажем так, сидеть на фруктовом сыроедении зимой особенно. То есть это те, кто любит бананы и финики, это можно очень спокойно осуществить. А те, кто хочет разнообразие во фруктах, его просто нет на самом деле. Поэтому сыроедение, оно действительно начинает двигать человека в другую среду. Вот почему вы, например, решили приехать к Талан. И так же, как и мы, мы тоже поняли, что Англия не даёт нам такого количества фруктов и солнца для того, чтобы это осуществить. То есть это ещё одна причина. Следующая причина – это зелёные соки Витграсс и исследование Анвигмор, потому что снова оно не включает в себя достаточное количество калорий из фруктов. То есть до этого, ну можно представить, что до этого человек питался мясом, макаронами, хлебом, сосисками, колбасами. И вдруг он переходит на яблоки, где он ест там три яблока в день. До этого он ел две с половиной тысячи калорий, чувствовал себя прекрасно, ну в смысле энергии, да, например. Ему хочется какие-то перемены в жизни совершить. Он переходит на три яблока в день. И вдруг он… Достаточно. Да, или он пьёт соки, зелёные соки, когда они не постоявляют в организм нужных калорий. Поэтому это как бы тоже… То есть неправильное сыроедение – это ещё одна причина. Переедание жира – это очень большая ошибка сыроедов. Очень большая. Знаешь, мне знакомый, который орехи перемалывал с мёдом, всё это делал. Вроде как вкусно, там сюда сухофруктов добавлял. И буквально за день, вот при переходе на сыроедение, мог съесть трёхлитровую банку такую вещь, представляешь, с орехами. То есть это огромное количество жира. Но поначалу больше жира, наверное, легче будет людям есть из-за того, что они привыкли к жирной пище. И потом медленно сводить на низкожирное сыроедение. В принципе, вот большинство людей так и переходит. Сначала на высокожирное, где там куча орехов, всё в орехах, всё в масле. А потом они переходят на более низкое. Эмоциональная очистка, она играет очень большую роль на самом деле. И нужно иметь очень сильный внутренний стержень. Нужно очень верить в то, что эта диета действительно подходит человеку, её можно осуществить и изучать информацию, продолжать изучать информацию, не прочитать одну книгу. Продолжать изучать и стремиться к новым знаниям, встречать новых людей, общаться. Безусловно, ситуация мира, где весь мир живёт в приготовленной реальности, и мы создаём свою сыроедческую. Она тоже достаточно сложная для того, чтобы осуществить этот переход. Потому что какие-то люди, всё зависит от личности людей, какие-то люди совершенно чувствуют себя комфортно, идя по своему пути, совершенно неинтересно, что о них думают другие, они не хотят быть такие, как другие, они хотят быть сами собой. А какие-то люди зависимы от того, что где-то похвалят, где-то там осудят, и они именно хотят быть частью. Типожи разные людей. Да, и как правило, это происходит с детьми сыроедами, когда они достигают возраста, подросткового возраста, они хотят, чтобы их друзья их постоянно поддерживали, и поэтому они начинают есть ту же пищу, что их друзья. И потом они испытывают те же проблемы, что их друзья. Да, да. Но вот я слышала о том, что если ребёнок хотя бы до трёх лет сформировал такое сыроедение, раз он питание было сыроедное, то он сформировал хорошую такую защитную силу организма. И болеть им будет меньше, в принципе. Поэтому хотя бы до трёх лет, пока ребёнок ещё маленький, необходимо подержаться на этом. До трёх лет это легко осуществить, я думаю, даже до подросткового возраста это легко осуществить, пока ребёнок видит себя частью дома, а потом он начинает видеть уже больше себя частью социума, и там... Ну, если действительно родители очень хотят посвятить себя вот этому пути, всё-таки удержать детей, это домашнее обучение, альтернативные методы воспитания детей, в обычной школе это будет достаточно сложно осуществить, потому что... Ну, потому что это система, действительно, это сыроедение зовёт к альтернативному образу жизни. А вот ваши планы по обучению ребёнка, это будет школа, это будет система, или вы будете всё-таки домашнее обучение? Домашнее обучение, либо собраться с родителями, которые тоже обучают на дому, так, чтобы там меняться, обмениваться детьми и... Да, согласна. Согласна. Юль, ну и напоследок попрошу для наших зрителей-читателей небольшой вкусный рецепт от тебя, твой любимый, для тех, кто переходит на сыроедение. Мой любимый рецепт очень прост, это цукини, порезанные в макароны, с мангово-томатным соусом, то есть перемешать манго и помидоры, всё это полить, и цукини вместе с салатом. Я знаю, что в России с манго не очень, конечно, легко, оно дороже, дороже, чем в Таиланде и в тропиках, поэтому здесь можно манго заменить каким-то своим любимым фруктом и попробовать. Сладким получается фруктом каким-то, да? Например, можно малину и сельдерей перемолоть. Или же огуречные макароны с финиковым соусом тоже вкусно получается. Огуречные макароны с салатными листьями и финиковый соус. А финиковый соус состоит из чего? Финики и вода. Водичку просто, да? Да, ну можно добавить свои там любимые травы, лично я не очень люблю. Как интересно, здорово. Может, еще какой-нибудь рецепт нам расскажешь? Еще рецепт. Ну, иногда можно мороженое, банановое мороженое, это замороженные бананы, просто перемолотые. И можно их перемолоть вместе с замороженной малиной, какими-то замороженными ягодами. И можно добавить корицы, что-то по вкусу. Можно добавить, вместо того, что малины, можно добавить финики с яблоками, перемолоть финики с яблоками, с водой, с корицей и полить этим соусом банановое мороженое. Слушай, супер, супер. Обязательно попробуем. Как раз сейчас яблоки будут в сезоне. Здорово. Юля, огромное тебе спасибо за это интервью, за то, что поделилась такой ценной информацией. Я еще хотела спросить о твоем проекте. Расскажи, пожалуйста, какая цель твоего проекта, как он называется. Я думаю, что зрителям и читателям будет тоже интересно попасть к вам. Да, проект наш называется Rossum Healthy. Отменное здоровье, примерно, переводится на русский язык. Это русскоязычный проект. Нет, англоязычный, извиняюсь. На русский у вас тоже есть. У нас на самом деле все англоязычное. Есть одна моя страничка на русском языке. Но есть русские последователи, русскоязычные люди, которые говорят на английском языке. Мы английский. Мы делимся своим опытом, рецептами. У нас есть свой канал в YouTube. У нас есть свои продукции, книги с рецептами, книги о сыроедении. Мы будем развивать больше продуктов тоже. И вот, собственно, блок. Все блок. И активно занимаемся тем, что проповедуем сыроедение и посещаем фестивали. Два года назад мы посетили Woodstock Fruit Festival, посещались фестивали в Словении. В Словении я непосредственно доставила свой ток, свою презентацию. Посещаем различные фестивали. Сейчас с ребенком меньше, пока не вырастет. Очень здорово. Обязательно почитаю ваши книги, скачаю их и буду смотрителем, любителем, читателем вашего проекта. Спасибо большое. Спасибо огромное за интервью. Спасибо, удачи. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.